Сенсация Там в багажнике у Руслана сидит Карла, но уже с обрубленной бородой. Музыка сфер, резонатор мирового разума, наука и этика. Почему Пушкин не любил физику? Кюри в 30-х годах говорил такие вещи, что если ученый ради достижения истины должен взорвать земной шар, он обязательно это сделает. Неизвестный Пушкин – гениальный поэт или гениальный ученый? Настало время выпустить небольшую справочную книжечку, где сделать несколько разделов. Пушкин о социологии, Пушкин о военном деле, Пушкин о психологии. Законы бытия и судьба российской цивилизации в программе «Тайный код Пушкина». В 1837 году в России произошли два события, во многом определившие дальнейшую судьбу российской цивилизации. Открылась первая Николаевская железная дорога от Петербурга до Царского села. Стальные магистрали стали символом прогресса путем страны из патриархального прошлого в индустриальное будущее. И в этот же год в Петербурге на дуэли был убит камер-юнкер Пушкин. Россия лишилась своего гения и пророка. Нет той проблемы, которая бы не раскрыта в произведениях Пушкина. Вот вы можете любой вопрос из жизни общества мне задать, а я вам покажу, в каком месте Пушкин об этом написал и как он дал ответ на этот вопрос. «Когда благому просвещению отдвинем более границ со временем по расчислению философических таблиц лет через пятьсот, дороги, верно, у нас изменятся безмерно, шоссе Россию здесь и тут соединив пересекут, мосты чугунные через воды нагнут широкую дугой, раздвинем горы под водой, пророем дерзостные своды». Пушкин четко дает панораму прогресса и насчет дорог, и мостов, и тоннелей метро. Ну а что касается дорог, которые по тому же Пушкину являются второй бедой России после дураков, то и здесь поэт не ошибся. Обратите внимание на срок. Лет через пятьсот. То есть время залатать дыры у нас еще есть. Впрочем, Пушкин оставил нам и куда более серьезные откровения. Мы живем в мире стереотипов, и Пушкина воспринимаем в основном только как гениального поэта. «Я помню чудное мгновение», «Мой дядя самых честных правил», «Привет, школьная скамья». Ну а что же другой, тайный, в смысле понимания Пушкина? Мы знаем, что он зашифровал десятую главу Евгения Онегина, посвященную декабристам. Но, оказывается, даже в ранних произведениях Александра Сергеевича, в таких сказках, как, например, «Золотой петушок» и «Руслан» и «Людмила», существовали свои подводные камни и подтексты. Поэт, писатель, но только ли? Еще и мыслитель, ученый, философ. Пушкин – это наше все. Ахматова была права. Откуда у Пушкина такое правительское предвидение будущего? В чем загадка творчества? Почему великие произведения искусства оказывают на нас такое воздействие? Человек-творец одухотворяет мертвую материю. Скульптор высекает из мрамора прекрасную статую. Истолченная смесь минералов под кистью художника превращается в картину. То есть, говоря научным языком, творец закладывает в вещи некую информацию. Такие же процессы происходят и в музыке, и в поэзии, и в литературе. Язык народа сам по себе – огромное хранилище информации. Каждое слово имеет глубинный, скрытый смысл. Как вложенные один в другой компьютерные файлы. Мышление до известного пункта ничего другого не представляет, как ассоциации. Сначала элементарные, стоящие в связи с внешними предметами, а потом – цепи ассоциаций. Если мы принимаем это павловское определение мышления, мы вдруг понимаем, почему все народы так почитают своих великих поэтов. Потому что именно великие поэты создавали новые цепи ассоциаций, зачастую опережая философов и ученых. Цепи пушкинских ассоциаций – это предмет особого изучения. Многие из них радикально повлияли на переосмысление русским человеком своего места в историческом пространстве. В нашем подсознании хранится тысячелетний жизненный опыт сотен поколений предков, который передавался с помощью слов. Со временем их первоначальный смысл забывался и требовался толчок – нажатие кнопки компьютера генетической памяти, чтобы раскодировать смысловое значение слова. Как объяснить пещерному человеку, что такое молния и электричество? Здесь нужны образы. Во все времена и у всех народов на свет появлялись гении, которые могли это сделать как раз в иносказательной форме. Вспомним выражение эзопов язык. Эзоп, а позднее и Крылов – это были как раз те самые шифровальщики. Тайный смысловой ряд был, оказывается, и в произведениях Александра Сергеевича Пушкина. Но он зашифровывал не только человеческие характеры. Здесь все намного сложнее. Политика, экономика, общество – вот что препарировал великий поэт. В отличие от эзопа и Крылова, Пушкин кодировал не отдельные человеческие характеры, а глобальные социальные явления, либо большие массы людей. Ни в одной сказке Пушкина нет случая, чтобы вот просто была сказка для детей. Там за каждым персонажем стоит глобальное социальное явление или большие массы людей. Чарующий ритм стихов, легкость слога и простота пушкинских образов заслоняет глубинный смысл его произведений. О творчестве Пушкина написано тысячи книг и исследований, в сотню раз больше, чем он сам написал. И каждый раз исследователи открывают что-то новое. И каждый раз тайна Пушкина остается неразгаданной. Творчество Пушкина практически не удается перевести на английский язык. Попытки предпринимались многочисленные, но ничего из этого не получалось. Вот опровергнуть это решил Набоков. Он сказал, я переведу Пушкина. И он взялся за это. Проделал очень серьезную работу и завершил ее следующей фразой. «Золотая клетка осталась, а птичка улетела». Вот мне и хотелось бы сегодня провести разговор об этой птичке. Вот что же за птичка, которая содержится в творчестве Пушкина? Существует древняя наука Каббала, которая занимается расшифровкой Ветхого Завета. Другие ученые ищут скрытые смыслы в творениях Шекспира. Третьи заняты поиском откровений в средневековых манускриптах тайных организаций. Действительно, все истинно великие произведения, Коран, Библия, творения гениальных писателей и поэтов, остаются современными именно благодаря зашифрованной в образах картине мира. Произведения Пушкина все, они на сегодня могут быть расшифрованы. И вот по каждому произведению у нас изданы вот такого объема книги. Но это не значит, что Пушкин все понимал именно так, как истолковываем это мы. Пушкин, еще раз говорю, был пророком. Он получал, по моему пониманию, информацию непосредственно от Бога, ну и по своей родовой линии через бессознательное. То есть ведь, когда человек родился, у него на бессознательном вот это все было записано. Другое дело, насколько нам удается из бессознательного вывести на уровень сознания. Смотрите далее. Автограф Бога. Судьба и случай. Случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным именем. Пушкин и ядерная бомба. Почему поэт не любил физиков? Наука неэтична, закон ома неэтичен. Почему невозможно перевести Пушкина на другой язык? Потому что теряется глубинный смысл слова. Потому что, когда вы читаете Пушкина, у вас помимо сознания еще работает и бессознательное. И вот этот второй смысловой ряд и на уровне каждого слова, и на уровне образа, он дает некую загадочность. Зашифрованный Пушкин. За каждым словом, за каждым персонажем у Пушкина скрыт второй смысл, тесно связанный с языковой матрицей. Например, сказка о Руслане и Людмиле. Берем Руслана и Людмила. Людмила. Ну, вы понимаете, он все-таки дает нам иногда подсказку. Для этого не нужны математические таблицы. Нужно иметь здравый рассудок и понять, что Людмила, ну, слушайтесь, это Людмилый. Это народ, многонациональный русский народ. Вот, русский, в понимании Пушкина, точно так же было, это не национальность. Русский, это отвечает на вопрос, какой. Может быть, русский немец, русский еврей, русский татарин, но не может быть немецкого русского. Вот, многонациональная русская цивилизация в образах Пушкина отражена Людмилой, Людмила, милый народ. Пред ним живая голова. Образ гигантской головы, которую встречает Витязь, характерен для многих русских сказок и былин. Голова в творчестве Пушкина здесь, в Руслане и Людмиле. Ну, если обратиться даже не только к Пушкину, но и к Владимиру Ивановичу Далю, в напутанном слове он говорит, а головы наши, имея в виду руководство и интеллигенцию, так далеко ушли в сторону, что придется этой голове либо вообще отвалиться, либо все-таки воротиться. Вот Пушкин уже в гротескной форме показывает эту идею Даля, когда голова в действительности стоит в стороне от народа. Любопытно толкование образов и других персонажей поэмы. Дальше, если мы берем Фарлав, известный такой персонаж. Поддавший силе чародейство, свершил я гнусные злодейства, к Людмиле страстью распорядка. Ну, вот нынешний Горбачев, вот всегда были такие лидеры, которые во что-то посвящены, что-то знают, очень много говорят. Руслан – это вот представитель системы знаний, если угодно, свято-русского жречества. Я отпущу вас, печенеги, но помните наш уговор, что на святую Русь набеги вы прекратите с этих пор. Рогдай – это военная элита, вот разные категории, там, так сказать, группировки борются за то, чтобы народ пошел за ними. Так погибай, смертельные свечи! Вот если вы в этих стереотипах и образах почитаете Руслан и Людмилу, то вы будете поражены, насколько точно в каждой строчке, в каждой страничке вот эти образы соответствуют тому, что пишет Пушкин. Главный злодей сказки – бородатый Черномор, который окутал бородой Людмилу и унес в свои чертоги. Борода Черномора символизирует оковы кредитно-финансовой банковской системы, которая окутала народ. Людмила то спит, то его уносят в страну полночных гор, Швейцария, понятно, да, кто уносит, а Карла уносит с длинной бородой. А что такое борода? Ну, в любой системе посвящения борода – это символ расставщической кредитно-финансовой системы. Когда один деньги печатает, а второй за эту бумагу отдает ему, так сказать, и нефть, и газ, и лес, и все остальное. Вот. Да, запутала борода Людмилу, унесла ее куда-то, но, к счастью, у Пушкина мы помним сценарий. Сегодня во многих кондитерских магазинах России можно купить подарочный набор конфет с названием «Руслан и Людмила». Но вряд ли хоть один продавец сможет расшифровать нарисованную на коробке картину. У Пушкина закодировано даже и будущее наше. На этой коробочке конфет изображен Руслан, который, наконец-то, соединился, то есть знания есть глубокие на Руси, которые, наконец-то, соединились с народом, с Людмилой. И дальше, значит, там в багажнике у Руслана сидит Карла, но уже с обрубленной бородой. Вот сейчас, на мой взгляд, во времена Владимира Владимировича Путина нам удается эту бороду, там, ну, почитайте у Пушкина, там все написано. То щиплет эту бороду, выдирая волоски, потом берет ее на руку, заматывает, а потом берет меч. А меч, опять же, это символ знания и развлечения. Как только мы разберемся, эту бороду отрубим, все, Людмила будет спасена. Вот, собственно, Пушкин и современность, по-моему, более значимая и ярко, не расскажешь о проблемах России сегодняшнего дня. Конечно, все эти трактовки пушкинских образов можно считать случайными совпадениями. Но, как говорят ученые, случайность – это непознанная закономерность. О случайности Пушкин неоднократно говорит. Помните, о сколько нам открытий чудных, и заканчивает и случай Бог-изобретатель. Или я поразился, когда для себя освоил вот эту пушкинскую алгоритмику развлечения случайностей, как знаков божьего водительства. А потом вдруг читаю у французских классиков «Случай» – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным именем. Так что Пушкин, в общем-то, и такая глобальная история человечества, они шагают рядом. Попытаемся взглянуть на творчество Пушкина не как поэта, а как философа, гениального мыслителя. С этой стороны его наследие еще слабо изучено. Почему в наш век космоса, атома, электроники произведения Пушкина не кажутся анахронизмом? Подсознательно мы ощущаем в них какой-то тайный, глубокий смысл. Когда я изучаю Пушкина, то у меня на столе в обязательном порядке лежит Пушкин, Библия, Коран и буддизм, книги по буддизму. Вот только тогда можно понять, о чем, собственно, Пушкин-то, потому что это только на этом уровне, больше это нигде не обсуждается. Это на уровне именно глобальных концепций возможного развития цивилизации земной. Пушкин о подходе к ростовщичеству и об управлении земным шаром на основе судного процента пишет так. И далее мы пошли, и страх обнял меня. Бесенок, под себя поджав свое копыто, крутил ростовщика у адского огня. Горячий капал жир в копченое корыто и лопал на огне печеный ростовщик. А я, поведай мне, в сей казни что сокрыто, Вергилий мне, сей казни смысл велик, всегда стяжание, имев одно в предмете, жир должников сосал сей злой старик, и их крутил безжалостно на вашем свете. Ну и как вы думаете, вот Пушкин пишет о конкретном старике или все-таки о каком-то глобальном социальном явлении, характерном для всего человечества, для всей земной цивилизации? На мой взгляд, ну тут просто не может быть двух мнений. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт – сын ошибок трудных, и гений – парадоксов друг, и случай – бог-изобретатель. Эти пушкинские строки – не только поэтический шедевр. Великий ученый-генетик Вавилов считал, что они свидетельствуют о гениальном понимании Пушкиным методов научного творчества. Современников поражала энциклопедичность знаний Пушкина. Он читал труды Галилея и Паскаля, общался с создателем неевклидовой геометрии Лобачевским, с изобретателем телеграфа Шиллингом, с естествоиспытателем Гумбольтом. В его библиотеке были труды по математике, химии, философии, астрономии. Мало кто знает, но Пушкин был избран членом Российской академии наук. К сожалению, Пушкин, как мыслитель и ученый, так и не был оценен должным образом. Многие видели в нем провидца, пытались разгадать. Вот что писал Достоевский. Пушкин умер в полном рассвете своих сил и бесспорно унес с собой в гроб некую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем. Смотрите далее. Мудрость Корана и меч для Руслана. Торговлю Бог дозволил, а лихву запретил. Настольная книга вождей и тиранов. Психология масс Пушкина-то была понята. Хорошо известно, что Пушкин не любил физику, математику и другие точные науки. Можно ли после этого считать его настоящим ученым? Не только можно, но и должно. В отличие от многих других ученых, Пушкин понимал опасность, которую несет абстрактная наука, оторванная от этики человеческих отношений. Бездумный прогресс ради прогресса – это тупиковый путь цивилизации. Наука, как правило, исключает этику в принципе. Ну, к примеру, Кюри в 30-х годах говорил такие вещи, что если ученый ради достижения истины должен взорвать земной шар, он обязательно это сделает. Перед взрывом в Лос-Аламосе Ферми заключал пари. Сдетонирует вся атмосфера, или только локальный взрыв будет. И это его не остановило. Хорошая физика. То есть не зря вот этот сумасшедший ученый, это, в общем-то, тема-то Голливуда там очень серьезная. Потому что наука неэтична, закон ому неэтичен. Люмина тоже неэтична. И рано или поздно душа взыскует чего-то более высокого, более глубокого, самой себя. По Пушкину же наука прежде всего должна служить на благо человека. Пушкин, как ученый, никогда не забывал об ответственности перед человечеством. Его точная наука называлась инженерией человека. И в ней он преуспел более многих современных экономистов и политологов. И вообще, мне кажется, настало время выпустить небольшую справочную книжечку. Где сделать несколько разделов. Пушкин о социологии. Пушкин о военном деле. Пушкин о психологии. Пушкин об истории. И если такая справочная книжечка бы вышла в свет, мы бы вдруг с изумлением увидели, что по целому ряду вопросов Александр Сергеевич мыслил куда глубже, куда интереснее, чем маститые ученые конца 19-го и даже всего 20-го века. История – это зеркало будущего. Увлечение Пушкиным историей не случайно. Его прогнозы и понимание социальных процессов поразительны. В описании Пугачевского восстания и деятельности Петра I дан глубочайший исторический анализ развития России. Современные историки нового времени все как один в исследованиях о революции ссылаются на пушкинский русский бунт. Бессмысленный и беспощадный. Пушкин рисует картину народного возмущения. И в этом отношении он оказался намного выше многих других историков. В том числе, я осмелюсь высказать, может быть, нестандартную мысль, даже и Николая Михайловича Карамзина. Конечно, Пушкин не создал истории государства российского, которую создал Николай Михайлович Карамзин. Но ведь Пушкин и не дожил до Карамзинского возраста. Раскрыта загадка феноменального успеха и популярности многих вождей и диктаторов нашего времени. Ленин, Гитлер, Муссолини, Чанкайши, Франко. Оказывается, у всех них была общая настольная книга Лебона «Психология масс», откуда они черпали знания и методы управления толпой. Но основы науки управления массовым сознанием были опять же открыты Пушкиным. Казалось бы, термин «психология масс» принадлежит к другой эпохе. Он связывается в нашем сознании с Густавом Лебоном. Но ведь если мы будем вчитываться в историю Пугачевского бунта, мы заметим, что психология масс Пушкиным-то была понята и понята глубоко. Он понимал психологию других народов. Пушкин понимал, что знания и талант – такое же богатство страны, как запасы нефти, угля, металлов, полей и лесов. Знания – капитал и залог успешного развития общества. Сам Пушкин прекрасно понимал евразийскую специфику России и знания Европы сочетал с мудростью Востока. Вопрос о соотношении божественного и земного в нашей жизни. Пушкин очень серьезно занимался этими проблемами и очень многое об этом писал. У него, вы знаете, есть такое произведение, которое называется «Подражание Корану». И он иногда очень метко говорит, вы вслушайтесь только в эти его пророческие слова. «Он милосерд», говоря о Боге, «Он милосерд, он Магомету открыл сияющий Коран, да притечем и мы ко свету, и допадет сочей туман». К великому сожалению, Коран на сегодня на уровне мировоззренческого произведения заблокирован для русскоязычного читателя, и мало кто понимает сущность Корана. К великому сожалению, и для богословов ислама зачастую Коран все-таки воспринимается в такой цитатно-догматической форме, а не как уникальное совершенно мировоззренческое произведение. А Пушкин, видите, совершенно иначе смотрит на Коран. «Ученый бездорований подобен тому бедному муле, который изрезал и съел Коран, думая, исполнится духом Магомета», – писал Пушкин. Он хорошо чувствовал разницу между абстрактными знаниями и пониманием законов природы. «Нет пророков в своем Отечестве. Мы ищем тайную мудрость в письменах тибетских монахов, в предсказаниях Нострадамуса, в пропорциях египетских пирамид, в календаре индейцев майя, но при этом не замечаем своих собственных мудрецов». Великий знаток человеческих душ Николай Васильевич Гоголь в 1837 году писал, «Пушкин – это русский человек в своем развитии через 200 лет. То есть получается, что человек 2037 года». Получается, что мы можем заглянуть в свое будущее, пусть не на 100 лет вперед, но, по крайней мере, на 30. Каким образом? Стоит лишь по-новому прочесть Пушкина. Видимо, Александр Сергеевич знал и понимал то, что нам еще только предстоит узнать и понять. Возникает закономерный вопрос. Откуда этот остроумный, легкий, светский повеса получил такое понимание развития общества? Это еще одна загадка Пушкина. Несомненно, другое. Именно в век электроники, компьютеров, глобальной экономики, писавший гусиным пером поэт, оказывается, востребован как никогда. Когда вы читаете Пушкина, то это то же самое, что помыть мылом таким, информационным, правда, мылом, но помыть руки, помыть душу, помыть лицо и тело. То есть, если вы читаете Пушкина, то вы очищаетесь. Не на уровне сознания. Вы будете другим человеком. «Свободы, сеятель пустынный, я вышел рано до звезды», писал поэт почти 200 лет назад. Сегодня звезда Пушкина, наконец, взошла на небосводе России, освещая путь вперед. Субтитры создавал DimaTorzok